Здравствуйте, с вами программа Добро пожаловаться. Мой знакомый прислал мне смс с просьбой открыть ссылку и посмотреть фото. Другой знакомый на фейсбуке прислал совсем странное сообщение, что не в его характере. Потом знакомые извинялись и предупреждали, их телефон, аккаунт посетили вирусы. Но некоторые уже открыли ссылки, кто-то приобрел головную боль, а кто-то лишился денег. Компьютерные вирусы – проблема сегодняшнего дня, тема нашей программы. История, достойная сюжета детектива, произошла после того, как Владимир Гайдай выложил объявление о продаже фотоаппарата в интернет. Некоторое время спустя Владимира стали одолевать странные смс-сообщения. Как только я выкладываю, у меня почему-то все время приходит смс. Не желаете поменяться на это? Решил посмотреть, что же мне люди все-таки предлагают, может быть, что-то интересное действительно. Вот. Я прошел по ссылке, выскочила такая женщина интересная. Я подумал, у нас же какие люди приколисты предлагают по меня, что это такое там. Вот. Ну и все, я и забыл про это. И вдруг мне жена говорит, а что это за смс-ки ты мне присылаешь? Я говорю, какие смс-ки? Вот смотри, ей пришла смс-ка. Владимир вам направил фото и ссылка, опять же. Я быстро вылез в интернет, посмотрел, как удалить, что это такое может быть. Оказалось, это типа ММС-вирус. Перепуганный мужчина бросился чистить телефон от вирусов, даже не подозревая, что настоящие неприятности еще впереди. Деньги с карты Владимира Гайдая утекли в неизвестном направлении на неустановленные счета. Вирус умудрился снять тысячу рублей, потом восемь тысяч рублей, потом еще 300 рублей. Работа рук настоящего хакера. Схема такая. После перехода по ссылке, которая пришла в СВС, телефон моментально заражается вирусом. Именно тогда компьютерный мошенник получает полный доступ к телефону своей жертвы, свободно отправляя сообщения и совершая любые операции по банковским картам. И тут начались звонки от знакомых, типа смс-ки, типа, а что ты там прислал, там что-то интересное, что ты там прислал, что-то интересное. Я думаю, как так, там у меня интернет бы включен минут 15, наверное, 20 максимум. И только от стольки людей пришли смс-ки, кто-то звонил, прям спрашивал, а что ты там прислал, там что? Я говорю, ни в коем случае не открывайте, это, скорее всего, вирус. Это вирус точно. О мошеннической схеме с картами Сбербанка и о мерах предосторожности рассказали в ГУМВД России и по Нижегородской области. Вот основная схема хищения денежных средств банковских карт именно с использованием услуги мобильных банков заключается в заражении вредоносным программным обеспечением телефонов на платформе Android. То есть заражение в 90% случаев проходит при переходе абонентам по ссылке, которая может прийти с любого номера, с любой темой, но там должна быть обязательно ссылка и переход на какой-либо сайт сети интернет. При переходе по данной ссылке на телефон абонента, держателя карты, устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам получить полный удаленный доступ к телефону. Соответственно, после этого злоумышленники отправляют запрос на номер 900, это основной запрос для держателей банковских карт Сбербанка, и начинают переводить денежные средства по их усмотрению, то есть либо на мобильные телефоны, либо на банковские карты, либо на другие платежные системы. Есть несколько мер безопасности, но самое простое – это не переходить никогда ни по каким ссылкам от незнакомых вам номеров. А вторым важным условием защиты своего телефона, именно на платформе Android, в настройках телефона, в графе «Безопасность» нужно убрать галочку, устанавливать сторонние программы только с проверенных сайтов. То есть там есть графе «Безопасность», «Настройка», там можно убрать, то есть телефон вам будет спрашивать, нужно ли вам установить программу освещения, либо нет. О мошеннических схемах с картами банка. Мы разговариваем сегодня с директором юридической компании «Бизнеса права» Хахидр Васильевичем. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Юрьевна. Василий Васильевич, вот какое законодательство защищает потребителя, если у него сняли деньги с банковской карты? Эта система отношений требует законодательного регулирования. И понят? Она есть, но мы на заре этих отношений. Если посмотреть сводки, если посмотреть статистику, то, к сожалению, Россия на сегодняшний день является лидером по проведению мошеннических операций с картами банка. Мы просто не успеваем за способностями наших граждан. Совершенно верно. Понятно, что мы сейчас во многу все используем практически, ну, большинство граждан используют пластиковые карточки. Так вот, на сегодняшний день, что касается законодательства, то давайте вспомним, что был принят закон в 2011 году о национальной платежной системе. Во-первых, сам закон, начиная с января 2014 года, он предусматривает, показывает алгоритм действия потребителя клиента при несанкционированном снятии денежных средств со счета банка, со счета его карточки. Он показывает, куда надо обращаться, и в данном случае закон, и за помощью, и как обращаться за помощью. Я бы обратил внимание на очень важный момент. Первое. То, что, соответственно, с этим законом, если раньше, до 2014 года, раньше, значит, закон предусматривает обязанность клиента доказать, что он банк, то есть, виноват в том, что сняли денежные средства, то сейчас новые изменения законодательства, 2014 года, опять же таки, значит, банк сначала обязан возместить несанкционированный перевод денежных средств. Обязан. Видите? Обязан. Что-то мы не наблюдаем этого. Ну, тут, опять же таки, есть условия. Давайте теперь второе. Банк сначала хочет доказать, что он не виноват в несанкционированном затенении денежных средств. Что он виноват? Кто? Потребитель. Потребитель в том, что он неправильно использует пластиковую каточку. Василий Васильевич, но если он докажет, что потребитель виноват, то зачем ему возмещать? Во-первых, это система доказывания, очень сложная система доказывания. И здесь, опять же, включаются два очень важных момента и для потребителя, и для банка. Для того, чтобы доказать, что банк не виноват, он должен сказать, что я, как положено, известил клиента о проведенной транзакции. Видите? Он, соответственно, обязанность банка – известить клиента о проведенной транзакции. То есть, если это законная транзакция, то есть, она подтверждается, клиент, естественно, не обращает на это внимания. Если она незаконная, клиент… Теперь вторая обязанность У кого? У клиента. В течение суток сказать банку, извините, но эта транзакция не моя, я ее не санкционирую. Каким угодно способом. Каким угодно способом. Это смс-сообщение, это позвонить в банк непосредственно голосовым способом, это прийти в банк, это email и так далее. Но это должна быть, обратите внимание, система доказательств. Потребитель, клиент должен доказать это. Если он просто позвонит в банк, ну да, можно распечатку взять и сказать, да, действительно, ну позвонил. А о чем он там говорил? Нет. Поэтому кроме звонка, надо еще обязательно зайти в любое отделение банка. Или email написать, то есть доказать, собрать доказательства банка, что он известил. То же самое и банк должен доказать, что он известил клиента о приведенной транзакции. Закон, кстати говоря, не предусматривает точное понятие, а как извещать. Это смс-сообщением, это email, это почтовые корреспонденции, это, не знаю, там голубиные почты и так далее. Так а если он будет извещать, допустим, по почте? Ну так вот, закон не предусматривает, он говорит, что эти вопросы надо прописать в договоре. В договоре. А в договоре? Договор банковского счета, договор банковского клада. То есть тогда уже, пожалуйста, теперь откройте договор и посмотрите, как вас обязаны извещать. Если вы выйдете в интернет и забьёте в поисковик фразу «сняли деньги с карты», вы удивитесь масштабом воровства. Естественно, снимают деньги со всяких банковских карт. И, естественно, первый совет всем – не вестись на сомнительное смс-уведомление. Но и к банкам с карт, которых пропадает сумма клиентов, возникают претензии. Есть в законе о защите прав потребителей статьи 7 и 14, по которым нужно определять меру вины банка. Есть формулировка «потребитель имеет право на предоставление ему безопасного обслуживания». Вот на это и будем опираться. Написав заявление о мошеннических действиях в полицию и обратившись в банк с жалобой о несанкционированном списании денежных средств, в общем, сделав всё, что предполагается по закону, Владимир пошёл домой ждать ответа, уже не надеясь, что деньги будут возвращены, как вновь раздался телефонный звонок. Мне пришла смс-ка от моего знакомого с фотографией. Дело в том, что накануне мы с ним разговаривали по поводу каких-то фотографий. И поэтому я стала её открывать. Меня телефон предупреждал, что этого делать не стоит. Но поскольку я доверяю этому человеку, думаю, что этот человек больше понимает, чем мой телефон. В общем, я разрешила всё, что можно. Оказалось, что деньги с банковских карт стали пропадать не только у одного Владимира. Его телефон, будучи ещё заражённый вирусом, самостоятельно разослал сообщение с той самой вредоносной ссылкой по всей записной книжке. И по цепочке деньги стали утекать со счетов всех, кто открыл злополучное сообщение. Новым героем, вернее героиней сюжета о мошеннической схеме становится Наталья Пьянова. Ну, если ты открываешь это сообщение, всем твоим контактам, которые у тебя есть, там рассылается вот такое же сообщение. Я думаю, что там ни у одного, ни у двух людей списалось. Просто потерей денег история закончилась далеко не для всех. Знакомая Наталье Пьяновой, которая также стала жертвой вирусной СМС-рассылки, грозится подать на Наталью в суд с требованием компенсировать материальный и моральный ущерб. Мы все люди разных достатков, да. Иногда бывает какая-то старушка, и у нее там пенсия приходит на карточку, понимаете. Ну, если у кого-то 25 списалось, но он здоровый человек и получает, ну, как бы, ну, списались они, ну, списались, я дальше заработаю, ладно, буду умнее, да. А может, тут у кого-то там жизнь, жизнь от этого зависит, там здоровье детей, да. Может, у кого-то это последнее было снято. Я не знаю, как такие люди, которые вот это делают, как они спокойно спать ложатся. Мы сейчас акцентируем внимание на некоторые последующие алгоритмы действия потребителя, что он должен сделать, когда увидит незаконную транзакцию. Давайте первое. Первое, что он должен делать, незамедлительно сообщить об этом банк, который обслуживает данные. В течение суток? В течение суток, как можно сказать. Это первое. В течение суток с момента уведомления, проведенной транзакции. Так. И несогласие с этой транзакцией. Дальше пишем заявление, заявление в письменной форме о том, что вы не согласны с транзакцией. Написали. Написали. И закон говорит, что рассмотрение жалобы, в данном случае заявления, происходит в течение месяца. Вот мы ждем о том, что банк рассматривает вопрос о том, кто виноват. Служба безопасности, прежде всего, банка. После того, когда мы получаем ответ на то, что да, действительно, виноват банк, он не послал уведомления и, соответственно, имеет обязательства по выплате или не может доказать то, что виноват в этом вопросе клиент, соответственно, он уже принимает решение о возврате денежных средств, когда не станции минус списанных. Второй. Б. Нет. Мы считаем, банк якобы считает, что, значит, все законно с их стороны произошло. У клиента возникает вопрос, что делать дальше? И что? Три выхода из положения. Первый выход. Это написание заявления теперь исковозвленных в суд. Потому что это элементарный вопрос судебной разбитации и с точки зрения защиты прав потребителя, который предусматривает, что услуга должна быть безопасной. А если исполнитель услуги предоставил небезопасную услугу, то кто должен доказать, что он, эта услуга небезопасная? Сам же продавец, сам же исполнитель услуги. Пускай доказывает банк уже в суде, что он все сделал, в том числе технические способы, технические средства, так сказать, у него защищенные, которые бы не позволили снять несанкционированные денежные средства. И тут важно спросить, на ком лежит бремя доказательств? На человеке, у которого сняли деньги с карты, или на банке? Ну, в данном случае и уже закон, и сам закон о защите прав потребителей, в общем порядке, он регламентирует, что обязательство по доказанию, кто виноват, лежит на продавцах, на исполнителе услуги. Второй путь – это, естественно, написание заявления в полицию о факте мошеннических по отношению к потребителю, по отношению к клиенту. Ну, и тем не менее, когда мы обращаемся в полицию с жалобой на мошеннические действия, с претензией на то, чтобы разобрали, мы на кого заявляем? На мошенников, которые с карты деньги списали, или на банк, который допустил эти мошеннические действия? Нет, на самом деле здесь, конечно, мы еще не можем использовать такую систему, что сразу же думать, что это банк неправомерно списал в университете, или позволит, так сказать, писать. Это идет... Он просто защищать должен? Он должен защищать себя, что или защищать... Нет, у него карты его, это его карты, банка. Поэтому он обязан предоставить безопасную... Совершенно верно. Он должен создать все условия для безопасного оказания услуги. А он не создал? Технически, да, на самом деле, чтобы... Да, а он не создал. Ну, вот это и процедура. Система написания заявления в полицию даже не в этом, а в выявлении тех рисков, которые незаконно сняли в деньги и средства. Ага. Вот о чем я говорю. То есть, а вот судебный порядок определяет не лицо, которое незаконно сняло мошеннические действия, а кто виноват в необеспечении безопасности этой услуги. Значит, если мы хотим подать на банк, мы должны через суд. А если мы хотим найти мошенников, мы должны в полицию. Совершенно верно. А третий путь? А третий путь – это, опять же, для, скажем так, большего, так сказать, нагнетания этих отношений. В данном случае потребитель, потому что действительно он должен вернуть свои деньги, которые незаконно сняли списывать. Это написание заявления прокуратуры, я считаю. Я думаю, что прокуратура тоже должна мешаться в систему доказывания того, что денежные средства надо вернуть, если они не санкционированы. А 15-летняя девочка Ульяна лишилась не только денег, которые копила всю свою сознательную жизнь к совершеннолетию, но и своей репутации в школе. В тот же день, так сильно расстроившись из-за украденных денег, Ульяна потеряла телефон, а ближе к вечеру – и паспорт. Получила комиссия по делам несовершеннолетних, наезжает на моего директора в школе, директор наезжает на мою маму, моя мама кричит на него, в итоге мне не хотят брать 10-й класс. А почему? В чем проблема? Я потеряла паспорт, это административное право нарушение. Потом я пошла паспорт восстанавливать. Это вообще отдельная история. Мы стояла 5 часов в очереди, до меня очередь так и не дошла, а паспортный стол закрылся. Это что-то. А еще, чтобы оплатить госпошлину за утилию паспорта, нужно ввести паспортные данные. Издеваются, что ли? Не знаю. После многочисленных запросов нашей программы в Сбербанк России нам прислали письмо, в котором сообщили, что в подобных ситуациях банк не имеет оснований для возврата денежных средств. Тем не менее, по обращению клиента Владимира Гайдая была проведена дополнительная проверка, по результатам которой банк принял решение вернуть деньги на счет. Мы искренне надеемся, что украденные деньги будут возвращены и другим героям нашего сюжета. Даже несмотря на то, что в письме банк обратил внимание, что возврат денежных средств по вашей ситуации носит исключительно разовый характер. И теперь вопрос, который может свести на нет весь наш с вами разговор. Это беда. Это беда. Можно ли банку что-либо доказать? Есть много спонных еще вопросов. Надо понимать, что могут быть и разные другие схемы, которые не всегда санкционированы, так сказать, в рамках законодательства. Боясь было и самих банкиров при принятии такого закона, не будет ли каких-то, так сказать, подстав. Это договорная мошенническая схемка. Это одно из понятий патабийского экстремизма, когда совершил операцию незаконно и пытается ее представить как жертва. А опишите нам эту операцию. Как она выглядит? В принципе, она довольно-таки простая и примитивная, на самом деле. Когда ты даешь, я даю свою карточку кому-то, он выезжает, например, очень далеко, чтобы собрать доказательственную базу, что действительно, я же там не был в это время. Он спокойно, этот человек, снимает деньги там в другом городе. Вы приходите в банк на встрече, и говорите, а я не совместно, это я не совершал. Видите, я находился здесь. В это время была банка с карточкой у меня, а кто-то взял, снял, так сказать, по кулону моей карты. Я бы просто хотел бы в данном случае обратить внимание на некоторые прописные истины, которые существуют при использовании банковских карт. Ну, прежде всего, не надо стесняться. Мы иногда стесняемся, когда заходим в банкомат, и снимаем денежный средств, и стесняемся сказать кому-то, вы отойдите, пожалуйста. То есть, если бы знать, которые просто хотят посмотреть, а как набор осуществляется, мы еще не знаем, что он хочет посмотреть. А может, он хочет посмотреть наш пин-код, и так далее. То есть, не надо стесняться, сказать, отойдите, пожалуйста, от банкомата. Если хотите вы снимать большие денежные средства, это снимать их лучше в кассе. Вот, непосредственно. Если вы используете интернет-ресурс для покупки товара, работы, услуг, то используете, может быть, я бы даже посоветовал задействовать какую-то отдельную пластиковую карту, отдельную карточку, которая имеется в денежные средства ровно столько, сколько необходимо для оплаты. Поскольку, особенно для тех интернет-ресурсов, которые не обеспечены антивирусные программы, я вам скажу, что практически 100% гарантия, что вас точно уведут, если запустят вирусную программу. И уведут эти денежные средства. Кроме того, заходите в ресторан, кафе, торговое заведение, пожалуйста, не отдавайте никогда свою карточку непосредственно официанту, непосредственно продавцу, чтобы она уходила вместе с этой карточкой куда-то в пособное помещение. Все операции по использованию вашей карточки должны проводиться при вас. И последнее, что вы должны знать, что даже если вы пытаетесь в банкоматах, в офисах кредитных учреждений использовать банковскую карту, и пытаясь привлечь к этому для помощи банковских работников, запомните раз и не всегда, никто, в том числе, это описано в случае, банковский работник, не имеет права запрашивать у вас конфиденциальную информацию, которая является пин-кодом вашим. Никто не имеет права, поэтому забудьте об этом раз и навсегда. Мошенничество древнее, если так можно выразиться, профессия. Возможно, самое первое после того, как на Земле появились люди. Как настоящий паразит приспосабливается к любым условиям жизни и даже к эрикампьютерных технологий. Осмеливаемся предположить, что мошенники будут процветать, пока существует человечество, и вместе с человечеством идти по пути прогресса, что, впрочем, не отменяет работу правоохранительных органов и служб безопасности банков. Мошенники мошенниками, а право-порядок нужно обеспечивать. У нас на Фейсбуке и ВКонтакте есть свои страницы. Заходите, общайтесь, рассказывайте истории. Я с вами прощаюсь, а впереди у нас прогноз неприятностей. Здравствуйте. На следующей неделе доминирующее положение знака весы опустит население Земли на уровень упущенных возможностей и бесперспективности. В таком положении уже оказались представители среднего класса. По данным исследований, обеспеченным россиянам приходится включать режим жесткой экономии. То ли еще будет, предупреждают астрологи. Зодиакальный знак весы, набирая высоту, помогает расти количество потенциальных банкротов. Национальное бюро кредитных историй фиксирует постоянные увеличения просроченных долгов по розничным кредитам. Войдя в противоречие с земными и небесными процессами, бальзамическая луна свергла весы и спровоцировала лишение Нижегородского политеха госакредитации по нескольким направлениям. В частности, сервис и туризм, экономика и управление, управление в технических системах. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ